Слотокинг. Смеливость дарувати эмоции. Но вчера Скобеева говорила о том, что оно само перешло с фазы «нас там нет» до «оно само упало». Теперь просто опубликовала видео в своем телеграм-канале, что вот кадры опубликовали, вот эти кадры, как этот беспилотник упал. И все, и больше комментариев никаких нет. Ну так скажите, да, это мы сделали. Потештесь уже, получите все свои награды. Вы же этого хотели? Вы знаете, вообще все эти истории, кстати, с нарушением воздушного пространства, это истории не только российские. Я вас тут немножко порадую. Ну порадую, в смысле посмеяться вместе. Потому что вообще у меня такое впечатление, что все военные всего мира – это мальчики, которые недоиграли в войнушку в песочнице. И они, когда им доверили корабли, подводные лодки, самолеты, они продолжают в это дело играть. Потому что в это играют, кстати, западные страны тоже, Китай тоже, Россия тоже, и все в это дело играют. Потому что на самом деле ведь армия в состоянии не войны, ей нечего делать абсолютно. Она умирает от скуки, и поэтому ей нужно придумывать. Поэтому, кстати, люди не понимают, почему у нас в армии красят траву в зеленый цвет перед приездом генерала. Почему у нас анекдоты? Значит, утром закапываете, откапываете окопы, а вечером во второй половине закапываете. Да потому что их надо занять чем-то этих военных. И когда нет войны, они занимаются тем, что они сами себе создают стрессовые ситуации, и сами себе залетают в воздушное пространство друг к дружке, подводные лодки пытаются незаметно прорваться в воды страны потенциального агрессора. И за это их профессия, за это им платят деньги. И к этому все привыкли, и, в общем, Запад к этому совершенно спокойно относится, потому что вот такие истории, как с беспилотником, только без сбития, с нарушением воздушного пространства НАТО, над Балтикой происходит каждый день по три раза. Единственный человек, который реально и нормально ответил на это Российской Федерации, был Эрдоган в ноябре 2015 года. К нему истребитель российский залетел на 9 или там 13 секунд, его сбили. С Эрдоганом Путин такие вещи больше не делает никогда. Он к нему больше не пытается залететь, не пытается спровоцировать на какой-то конфликт. Он прекрасно просто знает, что Запад будет держать дистанцию ровно настолько, чтобы Запад не влез в Третью мировую войну. И, кстати, в этом смысле, вот эта история с беспилотником, она на самом деле не такая агрессивная, как может показаться. Потому что этот беспилотник россияне совершенно понимали, совершенно ясно понимали, что если они применят пулемет, пушку или ракету с самолета и собьют этот беспилотник, это будет объявление войны НАТО. И на это последует военный ответ. Поэтому они придумывают способы, как это сделать, не применяя никаких военных способов. И на самом деле они нашли довольно смешной вариант вот с этим спуском горючего. И действительно добились своего, то есть они добились того, что беспилотник упал, а их обвинить в том, что они применяют оружие, невозможно. И поэтому, кстати, американцы из этого не стали раздувать никакого суперинцидента. То есть вызвали посла, заявили ему протест в виде вербальной ноты. Ну посол вышел и на перроне Белого дома сказал, сами дураки. И все. И больше ничего другого из этого инцидента на самом деле пока что не получилось ни с одной, ни с другой стороны. И строго говоря, и с одной, и с другой стороны, это их работа заниматься такими делами. Кстати, два года назад те же самые англичане и американцы устроили тоже такую маленькую провокацию. Они россиянам напомнили, что они не считают Крым российской территорией. И поэтому британский фрегат прошел в 10 милях от Крыма. По этому поводу россияне подняли 10 кораблей, 20 самолетов. И, значит, там пытались его вытурить из как бы своих территориальных вод. И, в общем, это был такой маленький инцидент. О нем тоже все поговорили с местной информацией, описали, но никакой войнушки из этого дела не получилось. То есть в этом смысле не стоит переоценивать значение этого всего дела. То есть значение только в другом. Два года назад не было войны. И пока не было войны, вот Путину власть уже 22 года или 23 года, да, скоро. И все эти 23 года продолжается все то же самое. Просто сейчас идет одновременно война на территории Украины. И поэтому все эти провокации, которые совершенно обычные, к которым все привыкли, к которым никто не придает значения. Я там вам могу рассказать 100 эпизодов, когда вот там последние, допустим, два истребителя голландских вытурили из воздушного пространства Польши три истребителя российских. Ну и что? Ну это было там 10 дней тому назад. Ну и никакой проблемы из этого никто не стал делать. Просто написали там пару СМИ, и кто-то там, три журналисты обсудили это в прямом эфире. Так что в этом смысле не стоит из этого делать супер какого-то каких-то выводов. Но в условиях войны это становится опаснее, чем просто в условиях гражданства.